Здравствуйте, уважаемые зрители! Оказывается, 20% от всего населения нашей страны это мигранты. Об этом стало известно из слов сотрудников Российского экономического университета имени Плеханова, которые провели исследование на тему миграции. Так вот, согласно исследованию, среди стран бывшего Советского Союза Казахстан лидирует по притоку мигрантов. В Эстонии они составляют чуть более 14,5% населения, а в России 8%. Меньше всех их в Грузии и Азербайджане, чуть больше 2%. Признаться честно, я очень удивился этим данным. Мне казалось, что больше всего трудовых мигрантов, а я хотел бы отметить, что люди же просто так не переезжают, в основном в поисках работы, так вот, я думал, их больше всего в России. Ну, просто в СМИ чаще всего встречаешь информацию о том, что именно туда, к нашему северному соседу, устремляются на заработки из большинства бывших советских республик. А нет, все-таки к нам едет больше, оказывается. Знаете, сначала я хотел бы сказать вообще о трудовой миграции в глобальном масштабе. Каждый год миллионы трудовых мигрантов решаются уехать из своих стран в поисках лучшей трудовой доли. По последним данным, таковых на сегодня более 160 миллионов человек. Скажу сразу, что этот процесс касается практически всех стран мира. Из одних уезжают, в другие приезжают. Здесь нет ничего зазорного. Ведь международная миграция рабочей силы – это важная часть всемирных экономических отношений. Вообще, эти процессы – это не явление современного мира. Они возникли давно, очень давно, еще со времен завоза рабов из Африки в Америку. С тех пор в эту самую Америку все едут и едут, и по сей день не могут остановиться. Практика показывает, что миграция рабочей силы может быть выгодна как для стран, экспортирующих рабочую силу, так и для стран ее принимающих. К примеру, для государств, откуда уезжают на заработки, экспорт рабочей сил является важным источником валюты. Она поступает регулярно в виде переводов своим семьям. Отъезд рабочей силы за границу означает улучшение ситуации на внутреннем рынке труда, сокращение безработицы в стране. В то же время пересылаемые в страну переводы позволяют семьям повышать уровень потребления, увеличивают совокупный спрос, стимулируют развитие производства. Для тех же стран, что принимают трудовую рабочую силу, одним из плюсов является вклад мигрантов в экономику. Например, страны Запада, являясь привлекательными для трудовых мигрантов, пытаются повышать качество рабочей силы путем отбора молодых и квалифицированных работников. Но мир знает массу примеров, когда в развитые страны прибывает большое количество людей с низкой квалификацией. Где-то им рады, а в некоторых странах они создают нездоровую социальную атмосферу. А теперь перейдем к нашей стране. Приведу небольшую статистику. Население Казахстана на сегодня составляет 18,5 миллионов человек. Из них трудоспособная часть 60%, то есть почти 10 миллионов человек. Вот тут я не совсем понял авторов исследования. Если брать из всей численности населения, то 20% получается больше 3,5 миллионов человек. Уж немного ли? А если брать от трудоспособной численности, то это будет 2 миллиона. Думаю, это более правильная цифра. Хотя, наверное, для нашей небольшой по численности страны иметь 2 миллиона трудовых мигрантов – это все же серьезное испытание. В общем, понятно, почему к нам едут иностранцы. Из соседних республик торговать и работать на стройках, а из далеких стран в нефтегазовую отрасль. Вот только в прошлом году иностранцы, работающие в Казахстане, заработали более полутора миллиардов долларов. Хорошо или плохо, что к нам едут трудовые мигранты? Ну, как сказать? С одной стороны, многие казахстанцы отказываются идти на малооплачиваемые, сложные и непрестижные трудовые места. Туда идут низкоквалифицированные приезжие. Но ведь есть еще места в национальных и нефтяных компаниях, куда устраиваются уже специалисты из дальнего зарубежья. Вообще, может быть неплохо, что они к нам приезжают, когда обучают нас и делятся секретами мастерства. Но если только они не отбирают у нас рабочие места, а это уже чревато последствиями. Все эти трудовые споры и конфликты имеют один корень. Бывает, что иностранцы к нам прибывают незаконно, хотя такие случаи скорее норма, чем исключение. Причем нередко помогают им в этом сотрудники правоохранительных органов. Наши бравые органы сначала помогают осесть мигрантам, а потом начинают их шантажировать и, так сказать, прессовать ради наживы. Не буду перечислять подобные истории, таковых немало в информационном пространстве. Скажу, что и наши граждане тоже едут на заработки, как в далекие края, так и в соседние. Их немало в России, в неблизкой Корее наших больше 10 тысяч, а вот совсем недавно несколько десятков казахстанцев депортировали из Норвегии, куда они поехали на сезонные работы. Если взять официальную статистику, то в нашей стране безработица составляет 4,8%. Если сказать понятным языком, то в Казахстане работы не имеют 440 тысяч человек. Как-то не вяжутся в голове все эти цифры. При таком количестве безработных у нас 2 миллиона мигрантов. Как так? Еще больше неизвестности мне добавила вот какая информация. Послушайте. В Казахстане на ближайшие 3 года из республиканского бюджета на борьбу с безработицей планируют направить 75,5 миллиардов тенге на 3 года 2019, 2020 и 2021. При этом на этот год, 2019, направят 48,5 миллиардов. Так и хочется воскликнуть. Господа, год заканчивается. Куда направляете эти деньги? Как всегда, вопросов больше, чем ответов. Всего вам доброго.